В Твери ведется строительство комплекса детской областной клинической больницы. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы на территории стройплощадки. Высокотехнологичное медицинское учреждение планируется возвести в течение трех лет. О том, как проходит работа, рассказывает наш корреспондент. Сейчас на объекте выполняются инженерно-геодезические исследования. Выполнен монтаж ограждения строительной площадки. Уже подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к проведению земляных работ, возведению свайного фундамента. Будущее ДКБ будет представлять собой два шестиэтажных корпуса, между которыми сделают три галереи. Специальным переходом комплекс соединят с перинатальным центром. Всего больница рассчитана на 420 койк и 13 тысяч с половиной посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Кроме основного здания будет построена газовая котельная, кислородная станция, трансформаторные подстанции. Скоры парковки для автомобилей, боксов для скорой помощи, вертолетной площадки. Сотрудники больницы сейчас активно работают с медицинским отделом строительной компании. Врачи согласовывают и дополняют информацию по необходимому оборудованию. На данный момент наши специалисты активно обрабатывают ту информацию, которая уже была подана, заложена в проектную документацию, но которую можно улучшить, изменить, для того, чтобы мы соответствовали званию современного учреждения, третьего уровня, хорошего, я бы сказала, приближенного к федеральному уровню центра медицинского. Новый комплекс ДОКБ станет завершающим в создании современного медицинского городка, который объединит перинатальный центр Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. Детская областная больница будет соединена переходом наземным с перинатальным центром. Таким образом, детки, которые рождаются с хирургической патологией, они в течение нескольких минут уже будут оказываться в реанимации областной детской больницы и, соответственно, получать все оперативное вовлечение. До конца 2020 года планируется завершить нулевой цикл строительства комплекса детской областной клинической больницы. В частности, это возведение защитного ограждения, раскопка котлована под фундамент, монтаж или бетонирование фундамента, стен, подвала и так далее.